Пока сейчас она вся, она не вытечит сюда в комнату, а надо идти будем кечить. Просто летний дождь прошел. Всего полчаса непогоды и у Алексея Владимирова, хозяина этой квартиры, испорчен компьютер и новая мебель. Борьбу со стихией здесь ведут уже не первый год. Квартира на цокольном этаже, а в городе на семи холмах это означает, что не каждая погода благодать. Сейчас тут пока еще полы будут просыхать, неделю это тут все будет. Знаете, какая влажность, какая испарина. Такую картину сегодня можно было встретить в любом районе города. Вода до первого этажа и потоки на дорогах. Бороться со стихией сил не хватало. Магазины и офисы на цокольных этажах приняли весь удар на себя. Пешеходам оставалось просто смириться. Сухого места во всем городе не найти. Сегодня кировчане часто вспоминали городские власти и ливневки. Хотя на улице Карла Маркса рядом с мэрией ливневые стоки есть. Вот только сегодня они были где-то очень глубоко под водой. В результате без потерь и здесь не обошлось. В надежде доплыть до проезжей части, некоторые автомобили так и оставались стоять посреди огромной лужи. А вот для троллейбусов такой водоем смерти подобен. Во избежание короткого замыкания водителям пришлось ждать, что называется, у моря погоды. В итоге отчасти выручки пришлось забыть. Ну полтора часа мы потеряли. Это круг называется у нас. А в деньгах рублей 400 так вот. На строительство новых и реконструкцию старых ливневых стоков у городадминистрации средств пока нет. Чтобы хоть частично исправить ситуацию, необходимо 20 миллионов рублей. Пока новый ливневосток обещают только на улице Воровского. На остальных ситуация не изменится. И вся надежда только на погоду. После зимы там все были проведены необходимые мероприятия. То есть от очистки иловых наносов, грязи, там листьев, от всего там в палок, веток зимнего, значит от соли с песком. Все было прочищено. Там просто не исправляется. Вода уходит, но просто не исправляется. Ну это же не каждый день такое бывает. В Европе тоже плавают. Впрочем, сегодня в городе не только все плавало, но еще и сверкало. Причем у сотрудников одной из фирм в этом здании прямо над головой. Траекторию полета чего-то синего и яркого программист Роман теперь не забудет никогда. Отсюда молния залетела и вот в это окно, точнее в это стекло она вышла. Потери есть и тут. Оплавленное окно, полное исчезновение интернета и несколько нервных клеток у сотрудниц бухгалтерии. Дмитрий Житрачук, Алексей Стахеев, Александр Суслов. Бюро новостей Давича.